Мир вам всем, братья и сестры! У меня есть особое ощущение, я сейчас сидел и вспоминал, и мне кажется, что не было такого места, где мы бы так втроем, три родных брата, служили какой-то церкви. Так получилось, Господь нас здесь собрал, и я думаю, что вы от этого не расстроились. Слава Богу! Это двойное родство, когда мы родные по духу, еще и родные по плоти, еще и сотрудники для Царства Божия. Это великое блаженство, я за это Бога благодарю. Сегодня я хотел бы тоже поделиться с вами Словом Божиим, и тему я взял, ну, очень сложную, честно скажу вам, и я знаю, что даже при том, что изо всех сил буду стараться ее объяснить, все-таки потом нужно будет человеку для своей ситуации пообщаться с пастырем и уточнить кое-что для своего случая, для своей жизни. Не думайте так, что жизни так трудно, еще и пришел проповедник про трудные вещи говорить и заставлять нас сильно думать. Ладно? Брат уже говорил, надо нас прощать, гостям надо хорошо относиться, да? Милостиво. Вот. Но я бы не стал брать такую сложную тему, если бы она не была такой сильно нужной. Она очень важная, потому что мне она открыла глаза на некоторые вещи, которые я до сели не видел. Вы знаете, что для плохих людей наилучшим средством делать зло является обман или подделка. Сейчас очень распространено, когда, допустим, я не знаю, как у вас здесь происходит, у нас создаются сайты, клоны какого-то магазина, и вы думаете, что вы покупаете в каком-то магазине очень похожее название, очень похожий вид, а на самом деле ваши деньги отправляются мошенникам. У нас бывают случаи, когда среди ночи женщина слышит звонок по телефону, ее сын говорит, мама, я попал в беду, сейчас подъедет человек, отдай ему там 30, 50, 100 тысяч рублей, потому что меня надо выручить. И мама выходит, звонок в дверь, она выносит деньги и выручает своего сына, оказывается, потом звонит сыну, как у тебя дела, оказывается, сын спит, да, и ничего не знает, мама, что случилось? Таким образом обманывают люди. Звонят сотрудники банка, якобы, говорят, ваша карта заблокирована, сделайте то-то и то-то, чтобы карту вашу разблокировать. Разные такие мошеннические действия. Для чего это делается? Знаете, обман предпринимается, чтобы человек сам отдал то, что ему принадлежит. Когда человек ворует у кого-то, да, он насильно забирает у тебя. Но тонкость лжи и обмана заключается в том, что человек обманутый сам отдаёт. И обратите внимание, как произошло бедствие в саду Эдема. Если бы дьявол просто бы схватил Адама и Еву и украл их у Бога, то Бог своей гораздо более превосходящей силой обратно бы забрал человека себе. И дьявол хотел сделать так, чтобы человек сам отдал себя ему. И когда решение принимается добровольно, когда человек делает что-то сам, потом гораздо труднее вернуть человека в прежнее состояние. И мы сегодня видим, в каком положении находится человечество. Мы видим, сколько Богу нужно было отдать. Бог отдал самое дорогое, своего Сына и Иисуса Христа, чтобы иметь возможность людей, отдавших самих себя врагу, вернуть обратно. Вот это страшная сила обмана, страшная сила подделки. И дьявол называется отцом лжи. Он был лжец, написан от начала, и когда говорит ложь, говорит своё. Мы можем сегодня наблюдать в мире, когда не просто существуют грешники, которые творят грех, но принимаются законы, которые называют грех негрехом. Тысячелетиями семья считалась союзом мужчины и женщины. Сегодня люди задают вопрос, что такое семья, кто и кто, почему именно мужчина и женщина. И таким образом создаются подделки, подделка семьи, подделка других ценностей. Когда мы думаем о том, что Бог хочет видеть в человеке самое важное, самое главное, мы знаем, есть три прекрасных слова. Любовь, вера и надежда. Вы слышали об этом, читали это в Библии. Любовь – это очень сильное, очень мощное слово. Но когда мы спросим людей, сегодня, что они называют любовью, то очень часто они под этим понимают просто похоть. Это страшно. Замена понятий – это страшно. Человека владеваем похотью, человек хочет воспользоваться другим человеком, его телом, и называет это прекрасным словом любовь. И думает, что живет в любви, и стремится к этой любви, и очень жалеет, когда теряет такую в кавычках любовь. Мы знаем, что сегодня очень много говорят люди о вере, и многие люди называют себя верующими, и мы знаем, что там есть что угодно, только нет веры. Я встречал людей, которые не хотели идти на работу, не хотят снабжать свою семью, им трудно вставать рано по утрам, и они говорят, я верю, Бог нас прокормит. Это подмена, это подделка. И есть слово третье – это надежда. Вот сегодня я как раз хотел бы говорить о том, как враг подделывает надежду. Когда я для себя это обнаружил, знаете, я был шокирован, шокирован тем, какое разрушительное действие производит подделанная, ненастоящая, искусственная, не от Бога приходящая надежда. Иисус рассказывал однажды притчу, как один человек посеял пшеницу на поле, и ночью враг пришел и посеял плевелы, сорняки. Я слышал о том, что плевелы очень похожи внешне на пшеницу. Они отличаются, но очень похожи. И если каким-то образом зерна плевела попадут в муку, хлеб станет горьким, его станет невозможно есть. Это что-то похожее, находящееся рядом с настоящим, и когда оно смешивается с настоящим, это становится чем-то невозможным. И сегодня наряду с надеждой, настоящей надеждой, которую Бог вкладывает в наши сердца, которую Бог учит нас, сатана посевает ложную надежду, ненастоящую, которая, подобно семенам плевела, попадает в нашу жизнь, и так как это очень похоже, и мы не отделили одно от другого, мы все это вместе кушаем, мы не понимаем, почему жизнь наша наполняется горечью. Брат Мавалерий говорил о горечи и огорчении в отношении людей, а надежда ложная зачастую заканчивается тем, что человек огорчен на Бога, имеет глубочайшую и разрушительную горечь в адрес самого Бога. Для того, чтобы нам в этом вопросе разобраться, когда я сегодня размышлял о том, как это все передать, я понял, что у меня, наверное, за один день не получится за сегодняшнее нашу проповедь, может быть, придется продолжить завтра, как Бог даст, но тем не менее мы начнем сегодня это делать пытаться. Когда мы с вами говорим о надежде, у любви есть свое назначение, у веры есть свое назначение, свое место, есть свое назначение у надежды. В послании к римлянам 12.12, сегодня у нас девиз 12.11, я шагаю дальше, развиваю нашу мысль, в русском тексте написано «утешайтесь надеждой». В немецком, английском тексте написано «радуйтесь в надежде». Надежда это такое качество, такой духовный плод, что он производит в человеке добро, утешение, радость и спокойствие, когда вокруг много неприятностей. но вы знаете, есть, когда приходит в нашу жизнь подделка, происходит что-то обратное. И об этой подделке написано, на мой взгляд, в книге притчи 13 глава, 12 стих. Давайте обратим внимание на то, что здесь сказано. «Надежда, долго не сбывающаяся, томит сердце, а исполнившееся желание, как древо жизнь». Русский перевод очень мягко переводит оригинальное еврейское слово. «Томит сердце», то есть человек ждет и ему томительно. Но ваши немецкие Библии говорят о том, что надежда, долго не сбывающаяся надежда, которая здесь говорится, она делает сердце больным. Кранк. Можно перевести «делает сердце слабым». Есть такой перевод этого слова. ослабляет, ранит и делает сердце больным. Соломон говорит, «Дух человека переносит его немощи, но пораженный дух, кто исцелит его?» Если у человека поражен дух, у него нет средства переносить его немощи. Надежда дана, чтобы делать нас сильными в трудные времена, а здесь такая надежда, которая бы делает меня больным, слабым и раненым. Она выполняет противоположную задачу. Это какая-то надежда, которая должна не культивироваться в нашем сердце, а искореняться из него. Смотрите, о каком человеке здесь говорится, написано, «исполнившееся желание древа жизни». Я раньше читал это место и думаю, да, действительно, это так, когда желание исполняется, нам очень приятно. но давайте подумаем, а древом жизни кто должен являться на самом деле? Древо жизни это Иисус. Источник жизни это Иисус. Но здесь человек ведет такую жизнь, у него такое мышление, у него такой подход, что он живет только тогда, когда исполняются его желания. И именно так живет большинство людей, и именно так они хотят устроить свою жизнь, и именно по этой причине хотят зарабатывать много денег, чтобы исполнялись их желания, потому что их источник жизни это их желания, именно когда исполняются. И только попробуйте встать у них на пути. И когда мы приходим в церковь, когда мы начинаем взаимодействовать с Богом, мы бываем шокированы от того, что это дерево жизни срубается Богом. Мы просим одного, а получаем другое. Мы ждем свет, говорил Иов, а пришла тьма. И в нашем сердце поднимается бунт против Бога. Мы негодуем, мы ропщим. Сегодня христиане некоторые очень смело высказываются в адрес Бога. Один человек просил у него что-то, и это вроде уже сейчас исполнится. Потом вдруг резко все изменилось, он говорит, я посмотрел в окно и сказал Богу все, что о нем думаю. Это реалий сегодняшнего времени. Нашим древом жизни мы сделали не Иисуса Христа, а исполнение наших желаний. И вот этот человек, братья и сестры, который живет таким образом, который вместо Иисуса, источником счастья, сделал исполнение своих желаний, вот этот человек и культивирует в душе своей надежду, которая вместо укрепления дает ему ослабевание. А когда мы размышляем об этом, Иисус сказал, идущий меня жить будет мною. Наверное, многие христиане, может быть, большинство скажут, да, я живу Иисусом. Но когда мы проверим свое собственное сердце, когда наше лицо светится, зачастую именно в момент, когда исполнилось желание. Иисус был с нами и тогда, когда исполнилось наше желание, и Иисус с нами, когда оно не исполнилось. И если я живу Христом, мое лицо светится и тогда, и здесь. Если же оно не светится в другой момент, значит, я не живу Христом, который по-прежнему рядом. Отец говорит старшему своему сыну, старшему брату блудного сына, «Сын мой, ты всегда со мной». В этом твоя радость, что ты сейчас говоришь, ты всегда со мной, но не радовала старшего сына, что он всегда с отцом. И сегодня недостаточно христианам, что Иисус с ними. Как-то читал о горе преображения, и вы помните, там были Моисей и Илья. И когда закончилось видение, написано, никого не осталось, кроме одного Иисуса. И мне в этот момент стало, знаете, как-то печально, я думаю, так было интересно общаться с героями Священного Писания, увидеть своими глазами Илью, увидеть своими глазами Моисея, а теперь только Иисус. И потом я думаю, Боже мой, что это значит только Иисус? Разве Он не выше Моисея, Ильи, и Павла, и Давида, и всех вместе взятых? Разве недостаточно, что Он один с тобой с воплощением всякого совершенства? Ядущий Меня жить будет Мною, говорит Иисус. Но сегодня та надежда, которая ослабляет сердце, она не просто прокрадывается в наши сердца, братья и сестры, сегодня она культивируется проповедниками. И я сегодня попытаюсь этот момент доказать. Очень приблизительно, очень приблизительно я сейчас очерчу такие границы, где искать этот плевел. Очень приблизительно. Апостол говорит, что Слово Божие проникает до разделения души и духа. Это такая тонкая грань, что очень часто люди духовное называют душевным и душевно называют духовным. И сегодня богословы ломают копья, пытаясь разобраться, где заканчивается душа и начинается дух, где заканчивается дух и начинается душа. Это очень тонкая грань, но Слово Божие настолько острое, настолько глубоко проникающее, что может провести линию там, где кажется умом невозможно провести. И мы сегодня обращаемся к Священному Писанию. навести эту черту, провести эту линию Божия между той надеждой, которая дает мне силу и радость и покой в трудные времена, и той надеждой, которая ослабляет, делает меня больным и раненым христианином. И сейчас я даю очень приблизительные ориентиры. Почему приблизительные? Потому что жизнь каждого человека очень уникальна, братья и сестры. И одна из причин, почему нам трудно бывает, потому что мы думаем, что у всех людей все очень хорошо. Замечали за собой такое? А почему мы думаем, что у других людей хорошо? Потому что мы на всех смотрим в свете своей собственной проблемы. И если у нас, к примеру, нет детей, то мы считаем счастливыми всех, у кого есть дети. Если у нас очень много детей, и нам трудно бывает, мы считаем счастливыми всех, у кого там среднее количество, некоторые даже хотели бы оказаться на месте Бога, и не так, чтобы у одних нисколько, а у других семнадцать, а всем поровну по пять-семь. И там бы на небе они отрегулировали эту математику, и тем бы было не обидно, и этим было бы не трудно. Такими людьми часто мы можем себя обнаруживать. И когда человек смотрит на чужую жизнь, я помню, даже у меня были почечные колики, у меня доставали камень, кто переживал, а тот знает эти боли. И я так на все смотрел в свете этой боли, что однажды смотрел на домашнего хомячка и думал, а у тебя ведь нет камней в почках. Уже на животных смотрю, ты счастливчик, у него разума нет в голове, он умрет скоро, его когда дадут поесть, он будет есть, а я смотрю, какой счастливчик, у него нет камней в почках. Мы смотрим на всех людей в свете своей проблемы. Но вот эти чужие проблемы, я думаю, которые есть в жизни абсолютно каждого человека, они зачастую потому тяжелые, знаете почему? Что они скрыты от других. Про них не расскажешь. Горе пополам, это легче, это горе в два раза легче. Но у нас такие трудности, братья и сестры, бывают, что ты не можешь поднять руку в церкви и сказать помолитесь. Ты откроешь чью-то наготу, ты откроешь какую-то тайну, которую неприлично открывать, и ты должен нести зачастую это один. Может быть, ты, Бог и твой пастор знают, что происходит в твоей жизни. И потому мы смотрим вокруг, вы знаете, братья и сестры, и мы часто думаем, да, другим легче, мне очень тяжело. И это, я делаю это оговорку, потому что сейчас я дам очень приблизительные такие картины, которые можно в этот микрофон озвучить без того, чтобы какой-то человек от чего-то смутился. Что может касаться этих надежд, о которых сейчас я говорю? Прежде всего, эти надежды, которые разрушают наше сердце, ослабляют нас, касаются земных ожиданий. Как таковые материальные улучшения. мы хотим больше зарабатывать. У вас, может быть, здесь не так это актуально, но я думаю, что вообще-то это актуально везде. Человек перебивается в своих средствах, у него маленькая зарплата, он хочет получать больше, он просит, молится, у него, может быть, нет дома, может быть, дом маленький, может быть, старый автомобиль, что угодно, человек хочет улучшить свое положение. И это ведь не проблема. Бог сотворил сынов человеческих и вникает во все их дела. И мы слышим свидетельство, я сам свидетель тому, что мне, человеку, который никогда не имел большой зарплаты, Бог подарил жилище в хорошем районе нашего города. Это свидетельство, я знаю, это Божья рука. Но вы знаете, это земное благо. И дальше мы скажем кое-что, кое-какую оговорку. Когда мы ожидаем, еще распространенное явление, хорошего отношения от кого-то. Часто это в семье. Жена ждет, когда, наконец, муж будет относиться к ней хорошо. Муж ждет, когда, наконец-то, жена начнет его уважать. Дети-подростки ждут, когда родители, наконец-то, начнут их слышать и понимать. Родители ждут, когда дети, наконец-то, поймут, что такое послушание. Мы ждем. И при всей красоте того, что в семье будет гармония, это территория земных ожиданий. Мы, может быть, на работе хотим, чтобы начальник заметил наши заслуги, как мы сильно стараемся и на ступенечку поднял нас выше. Мы, может быть, в церкви хотим, чтобы люди или пасты оценили наши усилия, а кто-то ждет рукоположения. А сейчас я скажу одну вещь, которая никогда, может быть, не приходила в голову, как земное ожидание. Обращение наших родственников в Бог. Вот это уж точно духовно, брат Владимир, вы немножко переехали, жмите на тормоза. О чем я хочу сказать? Иногда наше желание покаяния наших родственников не из-за того, чтобы они спаслись, а из-за того, что верующие люди, они хорошие, и они станут лучше относиться к нам. И мы хотим нашего обращения наших родственников, чтобы нам стало наконец-то хорошо. Не пьет муж, жена не зубатит, не грубит, дети не наркоманят, все стало хорошо, деньги идут домой, в доме делается ремонт и так далее. Знаете, я однажды подумал, как можно себя проверить, я действительно хочу спасения родственников или своего душевного комфорта. я понял, что можно задать себе один вопрос. Готовы ли мы на то, чтобы наши родственники обратились к Богу при том условии, что после этого нам станет житься хуже. Пусть уже не от них, пусть на работе будет плохо, пусть со здоровьем, как угодно, но дальше нам станет хуже. Согласны мы даже, что теперь, чтобы они спаслись, или мы думаем, нет, пусть уже пропадает, лишь бы мне было хорошо. Павел был на это готов. Он говорил слова, которые я все еще не могу вместить. Он говорит, я готов быть отлученным от Христа. А что такое быть отлученным от Христа? Это провести вечность в погибели. Я готов этому подвергнуться, только чтобы мои братья по плоти израильтяне были спасены. Я готов подвергнуться ужасной муке, потому что я действительно хочу их спасения. Мы хотим часто спасения наших близких ради хорошего их к нам отношения. Поэтому иногда мужья приходят к Богу и жены говорят, ну все, попался, милок. Теперь ты верующий, теперь ты будешь со мной хорошо обращаться, теперь тебе нельзя говорить плохих слов, а если что, потащу тебя к пасторю. И он тебе научит, как правильно со мной обращаться. И мы смотрим такие странные вещи, слава Божия явилась, человек обратился к Богу, а что-то как-то все странно опять стало. Почему? Земные ожидания. Это примерно такие моменты я озвучил, самые распространенные. Вы знаете, для некоторых это ожидание создания семьи. Не у всех так благополучно, быстро в этом получается. Особенно, что касается девушек, сестер, которые не инициируют создание семьи. И им молятся Богу, им пастори говорят, надо молиться, и они ждут. И вот вы знаете, вот на этих всех территориях, о которых я сейчас перечислял, что-то происходит, а есть моменты, которые касаются только вашей жизни, и вы знаете вашу историю. И что сейчас нам с вами нужно разобраться? В чем разобраться? Мы молились об этом все, мы взывали, мы ждали, ничего не происходит. Обратите внимание, что сказал Иисус в притче о плевелах. Пусть растет и то, и другое до времени. А потом, когда вырастет и то, и другое, вы сможете благополучно достать сорняки и не затронуть настоящую пшеницу. Детство неизбежно. Мы приходим к Богу, и мы все приносим, и обо всем молимся, и духовное, и земное, мы все приносим к Богу, братья и сестры. И мы видим, решился один вопрос, второй, третий, четвертый, пятый, но наступает момент, через 10 или 20 лет оглянуться назад и увидеть, что Бог решил много моих вопросов, земных вопросов, Бог поучаствовал в них, мои земные ожидания были исполнены, но есть что-то одно. 10 и 20 лет этот вопрос не решается. Появляется на горизонте надежда. Я думаю, вот уже, вот оно, наконец-то, и вдруг все снова исчезает, и я еще сильнее разбиваюсь. Я снова жду, я снова надеюсь, и снова появляется на горизонте надежда, я ухватываю за нее для того, чтобы проснуться и увидеть, что питье и еда, которое я ел и пил, это были всего лишь сон. Счастье снова было лишь только мираж. И вот это тот самый момент, братья и сестры, когда мы, придя в какую-то духовную зрелость с детства позади, на поле уже выросли растения, уже есть возможность подделять и понять, а вот с этим ожиданием, вот это ожидание вообще в моей жизни должно ли быть? Не нужно ли положить ему конец? И нет, нет, мы говорим, это будет крах моей веры, как я могу? Бог силен, Бог сделает, мне пообещали, Бог, Бог скажет да. Почему ты решил так? Ну как же, если я перестану об этом молиться, если я перестану этого ждать, это же кораблекрушение в вере. Ты так думаешь? Откуда тогда сотни историй о том, когда желаемое приходило в жизнь после того, как ты перестал этого ждать? Вы что ли такого не замечали? Моя любимая английская пословица. чайник, на который смотрят, никогда не закипит. Сейчас электрочайник и немножко другая история. Раньше утром встанешь, поставишь чайник, стоишь, стоишь, стоишь около него, потом он думает, да не дождешь его, пойдешь чистить зубы и засвистел чайник в самый момент, когда у тебя тут пена. Тебе совсем вот сейчас не до этого, чтобы идти и выключать этот чайник. Многие христиане, они живут, они глядят на этот чайник, когда у меня появится семья, когда у меня будет свой дом, когда наконец мой босс будет ко мне хорошо относиться. Мы так смотрим, смотрим, смотрим и изнуряем, изнуряем, изнуряем себя. Вот уверовал еще один молодой человек, наверное, это мой жених, еще одна надежда, через три года объявились другой, и снова разбитое сердце. Вот наконец-то умер главный бухгалтер на нашем предприятии. Наверное, сейчас меня поставят. Нет, поставили какого-то новичка. Снова разбитое сердце. Праздник. Муж принес букет цветов. Наверное, теперь в нашей семье будет все хорошо. Вы распахиваете вашу душу только для того, чтобы узнать, что на завтра он снова наплюет туда. И наплюет больше, потому что вы широко раскрыли свою душу. И хочется захлопнуть все это и спрятаться, потому что травма умножается, а потом снова на горизонте появляется какая-то надежда. Вот епископ появился в церкви, наверное, теперь уже точно рукоположен. И вдруг никакого вопроса, никакой стороной, никаким боком, нигде не поднимается этот вопрос. Снова разбитое сердце. И вот вы знаете, наступает момент. Наступает момент, если мы сейчас, если мы сейчас не поймем, что мы имеем дело с плевелом, мы имеем дело с плевелом, который нужно достать, иначе наша боль и наши огорчения не прекратятся, если мы не сделаем это, мы можем повредить и ту настоящую надежду, которая в нашем сердце. Чтобы было понятно, я эти две надежды называю так. Одна – это надежда на Бога, а вторая – это надежда на улучшение. Мы поставили знак «равно» между ними, а нельзя этого делать. Надеяться на улучшение и надеяться на Бога – это далеко не то же самое. И если бы человек, перестав надеяться на улучшение каких-то обстоятельств в своей жизни, это значило бы, что он перестал надеяться на Бога, то почему тогда часто, я повторяю, именно в это время решается вопрос. сестра говорит, замуж мне похоже не выйти. Хорошо. Есть сон так, шуля? Буду трудиться, буду служить Богу, буду жить одна. И через пару месяцев идет предложение. Боже, зачем ты делаешь? Она же веру потеряла. Она же на тебя надеется. Она уже даже молиться перестала об этом. Зачем приходит ответ? Потому что плевел удален. Я повторяю, знаете, почему трудно этот вопрос? Потому что некоторые из себя говорят, а, не надо про это молиться, неправильно, вам еще рано, на вашем поле еще зеленые ростки, вы сейчас перепутаете кое-что, доброе с плохим, подделку с настоящим. Не надо торопиться. Я говорю о том, что в жизнь приходит момент, когда нужно оглянуться и посмотреть, и понять. Эта надежда и это ожидание травматично для меня. Я хочу проиллюстрировать это следующим примером. Однажды утром я проснулся или даже, знаете, такое среднее состояние между сном и бодрствованием, я слышу такую фразу в себе. Эвтаназия ожидания. Знаете, что такое эвтаназия, да? Это когда человек добровольно лишается жизни. У врачей просит, потому что не может больше жить. В одной стране это законно, в других странах незаконно. Буквально эвтаназия, это греческое слово, которое означает очень странное выражение. Хорошая смерть. Нормально так? Хорошая смерть. Я проснулся, я такое выражение никогда в жизни не использовал, но я понял, что Бог подтверждает мне мои размышления. И наступает момент, наступает момент жизни. Сегодня каждый из нас должен подумать, нет ли в моей жизни какого-то ожидания, которого надо похоронить. Вы представляете, что такое есть надежды, которые надо похоронить, чтобы они перестали убивать нас, ослаблять нас и делать нас больными. книга «Евреям», 6 глава, 18-20 стихи. Я хочу прочитать этот достаточно сложный текст, но не вникать во все, что там есть, только одну мысль оттуда взять. «Дабы в двух неизменных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы» «Твердое утешение имели мы кто?» «Прибегшие взяться за предлежащую надежду, надежда, которая нам предложена, перед нами лежит, которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий. Вот задача надежды – утешать нас, быть нашей безопасностью, быть нашей крепостью. Это характеристики настоящей надежды. И эта надежда входит во внутреннейшее зазавесу, куда предтечью за нас вошел Иисус». Еврейское слово «надежда» – «тиква». Если вы открываете электронный словарь, вы видите первый перевод этого слова «веревка». Не «надежда», а первое слово «веревка». Это аммоним. То есть, когда одно слово имеет разное значение. Но мне стало интересно. Вы знаете, что еврейское слово «тиква» и «надежда» и «веревка». Я думаю, что, может быть, здесь есть связь. Надежда с чем-то тебя связывает. И вот здесь написано, что Иисус вошел во святое святых прежде нас. Он там в глубине, во внутреннейшем, за завесой. И Библия говорит, надежда, которая делает тебя крепким, безопасным и утешает тебя, она, как веревка, связывает тебя с Иисусом, а не с обстоятельствами. Я слышал одну такую историю в детской книжке, я не знаю, было это на самом деле или нет, но один ребеночек залез как-то на чердак и не мог оттуда спуститься. Его старший брат говорит, «Я тебя выручу». Он закинул ему веревку и говорит, «Привяжи к чему-нибудь, и потом я подстрахуюсь, завяжусь и со страховкой к тебе полезу и тебя оттуда сниму». Тот мальчик привязал к чему-то, старший брат поднялся как-то по выступам, значит, они там на чердаке встретились, и старший брат говорит, «Без этой страховки я бы тебя не стал, не стал бы подниматься, опасно». «Ты, кстати, ее к чему привязал?» Он говорит, «К молотку». Наша тиква, наша надежда привязана к очередному кандидату в женихи, в невесты, к очередному моменту в карьерного роста. К чему-то привязана эта веревка, и что случается с этими обстоятельствами, которые ужасно изменчивы, как шторм на море, так и наше настроение, потому что веревка, надежда, тиква связала нас не со стабильным, верным, неизменным Христом, которым мы должны жить, а с обстоятельствами. И как только появляется надежда на улучшение, мы порхаем, мы говорим, «Слава Богу, братья и сестры, всех вас люблю, Иисус хороший, Бог благ!» А потом на последнем ряду, как туча сижу, и ни на кого смотреть не хочу, и поздороваться – это величайший подвиг с моей стороны теперь. «Почему веревка привязала меня не ко Христу?» «Вместо надежды на Бога я культивирую надежду на улучшение». И это надо вовремя распознать. И сейчас я прочитаю некоторые тексты, и дальше решим, будем мы завтра продолжать или сегодня закончим на этом моменте. Есть такой момент, в Израильской был жизни, мы вчера о нем говорили, Израиль был в плену. Вы все помните такое слово от Бога, молитесь за город, в котором вы живете, ибо при благосостоянии его и вам будет мир. У нас все время, когда идет нужда за город, за властей, мы говорим, вот будем молиться за город, в котором мы живем, и нам будет хорошо. Ну, как бы все правильно. Только мы не всегда помним, о чем идет речь. Знаете, эта речь идет к людям, которых привели в плен, у которых Родина осталось позади. И у них одна мечта, вернуться назад. И они ждут вот еще немного, и Бог избавит нас. Ведь были уже и Майдинитяне, и Амаликитяне, и Бог избавлял нас. И они ждут вот-вот, вот-вот, вот-вот сейчас избавимся. И книга Иеремии, 29 глава, 4 стих говорит, Так говорит Господь Савао, в Бог Израиле, всем пленникам, которых я переселил из Урасалима в Вавилон. Стройте дома и живите в них. Разводите сады и ешьте плоды их. Берите жены, рождайте сыновей и дочерей. Сыновьям своим берите жены, дочерей своих отдавайте в замужество, чтобы они рождали сыновей и дочерей. И размножайтесь там, а не уменьшайтесь. Заботьтесь о благосостоянии города, в который я переселил вас, и молитесь за Него, Господу, ибо при благосостоянии Его и вам будет мир. Этот город, в котором они ни на минуту не хотели оставаться, Бог говорит, молитесь за Него. Вы здесь надолго. Мы привыкли, что Бог это тот, который вдохновляет и говорит, все будет хорошо, еще немножко. А здесь Бог говорит, тебе не нравится, где ты оказался. И ты надеешься, что это скоро закончится. Но я хочу сказать тебе, ты здесь надолго. И тебе лучше жить не в палатке, и тебе лучше не жить надеждами, что вот-вот скоро царь Давид новый, царь Давид номер два появится, избавит нас от Навухадоносора. Тебе лучше построить дом, разбить сад, начать выдавать своих дочерей и женить своих сыновей, и находиться, потому что, как в этой же главе, 28 стихом, Бог говорит, плен будет продолжительным, строите дома и живите в них. И вот в чем разница между людьми, которые обнадеживались и говорили, скоро все это закончится, и между людьми, которые сказали, нет, мы всю жизнь проведем здесь. Одни живут в палатке, другие в домах. И теми другим не сладко, но вот этим первым крайне не сладко. И что еще дальше? 31 стих я хочу прочитать. Там был один пророк, его звали Шимая, и он подогревал народ израильский и говорил, скоро, скоро, скоро избавит нас Бог. И что написано? Пошли ко всем переселенцам сказать. Так говорит Господь о Шимае Нихайломитянине. За то, что Шимая у вас пророчествует, а я не посылал его, и обнадеживает вас ложно, зато так говорит Господь. Вот я накажу Шимаю, и племя его не будет, от него человека, живущего среди народа сего, и не увидит он того добра, которое я сделаю народу моему. Человек, который говорит народу, у вас будет все хорошо, это хорошо, не увидит. Вы знаете, что Библия говорит о надежде, которую сейчас я пытаюсь разъяснить? Написано, что если мы только в этой жизни надеемся на Христа, надеемся на Христа. Как красиво! Надеемся на Христа. Есть только одно но. Это все ограничено земными рамками. Только на земле. Это семья, это дом, это здоровье, это работа и так далее. Только одно но, маленькое но. Мы просто ее уменьшили. Это надежда на Христа. Просто мы ее сократили. И эта надежда делает нас самыми несчастными на земле. Читали такое? Самые несчастные люди, это не голодающая Африка. Самые несчастные люди, это христиане, в которых в сердце живет надежда на земные улучшения. И они никак не догадываются ее оттуда убрать и начать надеяться на Христа и в земной, и в вечной жизни, чтобы войти во внутренней за завесой, привязать себя к самому Христу, а не к обстоятельствам. Я не культивирую эту надежду. И проповедники культивируют эту надежду. Бог благословит твой бизнес. Бог даст тебе мужа. У тебя будет очень хорошо в работе. Верь, верь, верь. Не покидай своей мечты. Какое распространенное сегодня выражение. Мечта. И это порождает тысячи разбитых христианских жизней. Не избавившись от надежды на улучшение, они уничтожили надежду на Бога и потерпели кораблекрушение в жизни. Кому-то сегодня надо услышать. Плен будет продолжительным. То, с чего ты отчаянно желаешь избавиться. И тебе кажется, Боже, если бы ты только это изменил, я был бы самым счастливым, самой счастливой на земле. Кому-то нужно понять, что это действительность надолго. И мне теперь нужно знать и усилия употребить на то, чтобы понять, как жить в этой действительности. Вы знаете, когда я стал так делать, когда я переставал ожидать то, что разбивало мое сердце, вместо того, чтобы у меня опустились руки, вдруг мир приходит в сердце и сила приходит от Бога. И мудрость, как жить в тех нежелательных для меня обстоятельствах. А пока я ждал, пока они изменятся, ни мудрости, ни силы, ни покоя. Мы на этой точке сегодня завершены. У нас уже есть причина помолиться. Я повторяю, что сказал в самом начале. Тема сложная. Кто-то не отличит сегодня плевел от пшеницы, кто-то назовет плевел пшеницей и наоборот. Но давайте мы сейчас пред Бога пристанем. Кому-то нужна будет беседа пастыря. Сделайте это, уточните, поговорите, разъясните, чтобы не испортить своей жизнью. Но сейчас мы пристанем перед Свет Божий. И кто-то, может быть, уже понял, сказал, Боже, да. Да, Господи. Я оставляю это ожидание. Оно не связано с моим духовным развитием. Оно не связано с вечной жизнью. Оно не связано никогда не надо переставать надеяться, что ты избавишься от греха. Никогда не надо переставать надеяться, что Бог совершит в твоей жизни совершенство, приведет тебя в образ Христа. Никогда, такого никогда не надо оставлять. Но что касается земли, порой это очень правильно сказать. Я отдаю тебе, Боже, это в руки и учусь жить так, как сейчас у меня обстоятельства складываются. Помолимся Богу.